друзья привет всем купил я значит себе пилу сейчас расскажу про нее подзыв свой купил я ее уже давно но пока я ничего и не пилю обзор я на нее не делал вот сейчас вот я на днях короче и поработал и теперь могу уже с уверенностью сказать свой отзыв принципе я паркетками я называю ее паркетками кстати многие называют дисковую пилу шмель или как-то еще по-моему называют как-то вьюшка что ли короче у нее столько названий вообще просто я тут удивился случайно об этом знал кстати я купил еще пильный диск кстати на 48 зубов тут затем 160 на 20 диаметр вот купил я сразу вот такой вот диск потому что в комплекте идет диск сейчас покажу какой ну принципе им пользоваться можно работать я вот им пилил как раз таки потому что я им пилил значит подоконники принципе фигню пилил да то есть ничего сложного не пилил поэтому у меня отзыв мой будет как бы с таким с легкий с легкой эксплуатации так можно сказать этой данной пилы но даже поэтому то есть я могу вам сказать но свой отзыв потому что паркетками я называю паркеткой я раньше работал десять лет я отработал плотником то есть вот я одной рукой пилю то есть закрытыми глазами то есть такими вот вещами ну чтобы понимали просто опыт у меня в работе вот с такими штуками довольно таки большой так что в комплекте но направляющие кстати она металлическая там у нас коробка а это я уже сам добавил вот хочу сразу сказать про минус так здесь вот значит вот этой вот вентиляция для меня для пылесоса в общем я вот у меня есть такой переходник я нашел он сюда не подошел вот а от пылесоса стандарт сюда не улезает в общем у меня стандартный пылесос домашний он по диаметру как раз на хуну вот с эту с это отверстие один в один то есть засунуть его туда никак то есть получается нужен переходник какой-то вот очень странно сделано и на мой взгляд вот это отверстие она неудобная видите какое ну ну в принципе это как всегда но обычно это все переделывается колхозится потому что ну сами ну кто работал знает в общем так видите она у меня вся вот в этом ну короче вот этот подоконник это пвх пвх я в принципе пылью мощность у нее небольшая но принципе хватает за глаза пахнет китайской пластмассой но не критично не так сильно кнопка работает принципе статью проблем нету вот эта вот ручка она сама по себе не особо-то легкая надо сказать но и не тяжелая работать и можно конечно было у меня вот недавно на обзоре пиво хайпера которая аккумуляторная но она конечно намного поприятнее она и полегче по покрасивее но кто-то смотрел обзор конечно посмотрите понравилась методисковая пиво вот но она аккумуляторная соответственно там и подошва алюминиевая здесь все просто здесь вот стандартная у нас пластина не знаю с чего она даже наверное это не ржавейка но обычная наверное миллиметра 2 наверно лист вот этот вот черного цвета по вот этому кожуху кстати он у всех обычно со временем слетает я вообще его не люблю им пользоваться я его обычно вот так пальцем придерживаю когда пилю ну вот когда я пилю вот так обычно придерживаю единственное что в глаза летит все опилки вот это неприятно поэтому надо в очках пользоваться вот а так ну лично мне он мешает но кто пользуется с ним то здесь он короче вот немножко болтается так если слышите там принципе я но если вот открутить это диск там видно что он не совсем так плотно прилегает там пружинка принципе можно если кому надо вот это подхолкозить ничего критичного нету он нормально работает но кого напрягает вот это то можно принципе там доработать там ничего сложного нету просто я бы вообще бы и снял бы вот в остальном чего так он ровно ровный а единственное что здесь вот как сделано еще сейчас очень странная конструкция чтобы открутить диск до 100 провод вот так вот нажимается видите вот такая вот просто металлическая такая пластина так держать и откручивать странно обычно у меня кнопки до этого были здесь короче вот так вот сделано регулятор до направлении 55 миллиметров здесь написано но я не замерял если честно ну так где то и есть 50 точно вы пропилите без проблем угол наклона 45 стандартно принципе работать можно такой пивой 1200 ватт да я не сказал же права то заговорился 1200 ватт в общем вихрь да диск то какой дискомплекте вот такой идет сейчас вам покажу вот видите он на самом деле можете сразу кому надо ровный спил делать ну что-то там мебель какую-то пилить лучше сразу купить вот такой на 48 зубьев вот я как как я купил в принципе это тоже нормальный пилит я от пвх подоконник пилю вообще то есть у меня не было то есть он не колового принципе я ровно отпилил но у меня уже принципе и опыта большой я могу и тупыми этими самым пилами отпилить как бы но сейчас то есть можно этим пользоваться диском ничего критичного но лучше поменять на 48 зубьев так прошли принципе он даже китайский шнурник такой вот типа как рези резиненный знаете вот такой не очень длинный но и не короткий тут где-то наверное у нас сколько здесь они знаете тут метра два есть дело сейчас его высоту поднял я метра 80 он выше меня значит два метра два метра шнур короче в длину есть поэтому шнур тоже нормальный так что такие дела паркетку можно покупать она стоит в районе 4000 рублей на данный момент вот поэтому это одну одна из самых доступных паркеток и можно работать сколько она поработает понятия не имею по ощущениям пилит нормально немножко за запашок такой звук такой знаете вот звук ну как вот китайские все жужжат моторчики кто включал знает на чем я говорю в общем чем сказать обычная китайская китайский инструмент пользоваться можно пилит нормально в общем работать можно покупайте сколько поработает не знаю зависит от наверное от того я считаю что что вы будете пилить и как вы будете пилить то есть если вы будете каждый день пилить там очень много и большой толщины и напрягать чтобы она у вас будет если адгиз будет застревать и вы будете дальше тянуть и пилить ну конечно вы тогда и спалить я думаю если пилить легкие какие-то вещи ламинат там сантиметр два три там чего-нибудь то я думаю она проработает много-много лет ничего и не будет по ощущениям так она и есть почему такой вот мой личный отзыв у кого есть такая пива натиските будет интересно ваше мнение узнать об этой пиле что вы ей пилили и сколько она у вас работну уже в работе находится все друзья на этом всем спасибо за внимание всем пока